Государственную итоговую аттестацию в нашем регионе провели на высоком техническом и технологическом уровне. Такое заключение дали по результатам мониторинга Рособорнадзора. Для проведения оценки знаний школьников задействовали более 5000 организаторов и технических специалистов. В Югре ГИА сдали свыше 10 тысяч выпускников и почти 20 тысяч девятиклассников. К слову, результаты по большинству предметов выше среднего по России. Автономный округ запустил и реализует ряд новых программ и подходов в образовании. Как подчеркнул руководитель профильного департамента Алексей Дренин, это дает положительную динамику в отметках школьников. В прошлом учебном году за особые успехи в образовании медали федерального значения получили 633 югорчанина. 325 выпускников отметили на региональном уровне. Новым поощрением стало премирование стабальников. Они получают по 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов. Новелла 22-го, 23-го года, в 23-м году это набирало наибольшие обороты. Это российское движение детей и молодежи. На сегодняшний день у нас первичные организации созданы во всех общеобразовательных организациях. В ряде образовательных организаций дополнительного образования, в колледжах и даже в вузах. И в российском движении детей и молодежи у нас уже более 22 тысяч ребят, которые вступают постепенно в ряды, вовлекаются. Я уверен, что в следующем году цифра эта будет кратно выше. Югра – флагман в сфере цифровизации. В течение двух лет наш регион находится на первом месте в стране по современному развитию отрасли образования. Продолжается внедрение новой системы в дошкольные организации. Платформа в прошлом году использовалась в 25 учреждениях автономии. Родители в личном кабинете ГИС образования Югры могут ознакомиться с информацией о своем ребенке. Что он ест, в каком настроении и психоэмоциональном состоянии. Эти данные, как рассказал Алексей Дренин, ежедневно анализируют воспитатели детских садов. Отметил директор профильного департамента и уникальнейший проект «Школа-21 в Сургуте», что открыл свои двери весной. А также Сургутский государственный университет, который принят в федеральный проект «Приоритет-2030» и будет получать грант на научные исследования. На базе Сургутского политехнического колледжа открылся центр опережающей подготовки. Это, я бы тоже хотел обратить внимание зрителей, это единое окно входа для получения профессии. То есть можно сюда обратиться и специалисты этого центра опережающей подготовки вас сориентируют, в каком колледже можно пройти обучение, профессиональную переподготовку. Я сейчас говорю не о классических программах колледжа, а специфика ЦОП, центра опережающей подготовки. Это краткосрочная программа. То есть это повышение квалификации, профессиональная переподготовка граждан.